Скажи ему, Воробьёву этому, в чём он не прав? Жалеешь о том, что сказал, сейчас бы изменил своё поведение? Нет. Александр Бурмистров поменял Акбарс на Металург. Странная история расставания с клубом, где в пройгрыше оказались казанцы не столько со спортивной точки зрения, сколько с имиджевой. Бурмистров, напомним, был отстранён от работы с казанцами, после того, как в отеле встретился с Олегом Знарком и в лицо предъявил ему все претензии по работе. А тяжело ли я морально дался этот переход? Тяжело больше, наверное, то, что ждал долго. Целый месяц, как бы, было понятно, что я не останусь там. Постой, когда стало понятно, что не останешься? Потому что первые дни были ещё разговоры какие-то. Да нет, наверное, уже где-то не через пять. Сказал ровно то, что мы говорили, только сделал это чуть жёстче, чем полагается при общении тренера и хоккеиста. Кто-то скажет, что это не дело спортсмена предъявлять претензии. Его задача выходить на лёд и выполнять задания тренера. Пусть даже они кажутся нелепыми и ведут к поражениям. Но Бурмистров переживал за Акбарс. Ему было неприятно то, что происходило с командой. Он был раздражён из-за поражений. Уж лучше такие хоккеисты, чем равнодушные. А ты вот, когда покидал клан местный, что бы ты хотел сказать клану Шипачёвский и клану Радуловский? Там не было кланов никаких. Да рассказывай. Нет, там все хотели местные попасть. Ну, конечно. И Шипачёвский, и Радуловский. Не-не-не, на самом деле не было кланов. Коллектив был хороший. Возможно, Бурмистров сам показывал не лучшую игру. Этот аргумент можно принять. Но кто в тот момент блистал в Казани? А самое главное, всем вокруг было понятно, из-за кого проблемы. В Акбарсе не оценили порыва Александра, отстранили хоккеиста от работы и не возвращали в команду, несмотря на то, что все признали ошибку с измерком. Тренера уволили, но ситуация с Александром не менялась. При этом в Казани осторожно давали понять, что причина не в действиях Александра. Мол, были и другие моменты. Ты подрался с Радуловым? Расскажи, убил его? Да, не было там дракетов, просто ничего такого не было. Но удалил хоть раз? Нет, мы же не бьем друг друга, мы так погладим. Просто орали друг на друга? Да, поорали, все. Руки друг другу пожали сразу. И пошли. Сразу же? Конечно. Ну, говорят, что ты, по-моему, потом на тебя сбился, долг. То, разулся? Просто на тот момент, наверное, все устали уже проигрывать. Тогда сколько? Вам 6 подряд проиграли. У всех все кипело просто. Кстати, вот о поражениях. Ты был в Акбарсе. Столько поражений, вот, наверное, вы там просто с ума сходили, да? Акбарс только не проигрывал обычно. Ну, я такого не помню. Хорошо, что они не настаивали на этом в открытую, обвиняя хоккеиста. Тогда было бы еще хуже. Акбарсу бы никто не поверил, а скандал стал серьезней. В итоге Бурмистрова решили обменять. А поскольку без согласия игрока это сделать было невозможно, то расторгли контракт и форвард уехал в Магнитогорск. Этот месяц, я знаю, что для хоккеиста месяц, когда он тренируется один, это большая проблема. Потеря формы, игрового ритма, питание. Были ли у тебя какие-то сложности, как думаешь? Ну, с питанием проблем не было. Наверное, да, потеря игрового ритма. Но уже вот этот день сорокал. Устал. Просыпаешься, кушаешь и тренируешься один. Лет, зал. Обратно домой. Осталось непонятно, почему Александра нельзя было вернуть в состав Акбарса. Металург же воспользовался ситуацией и усилился. Ты сильную команду попал. Ждешь, как все ждут матча Металург-Акбарс в плей-офф? Да, мне без разницы с кем играть. Да ладно. Я просто жду плей-офф, жду вообще ближайших игр. Порад находиться в этой команде. Ты завтра что, тренер? Тренер? Как команда тебя называется? Салават Илая. Ну, нет. Ну, на основе Салават Илая. Название бы не придумал. Есть какие-нибудь советы по тренерству? Кофеек, да? Красный, черный, белый, да? Ксиди. Да. Шестое, девятое. Ты запомни центральную команду. Она от центральной запомнил? А если я, допустим, хочу посадить центральную, что ты говоришь, пропускаешь? Просто не называешь его и все. Он сам поймет. Я, когда я размышляю себя и тренер, ставлю, я уже не первый опыт. Единственное, что меня смущает, надо постоянно всю игру говорить, кто выходит. Вы у тебя тупые, что ли, сучки. Не знаете, кто выходит? Нет, серьезно. Не, ну, все понятно, 20-40 секунд проиграл, шайбу потерял, 11 лет. Видимо, бывает, когда 6 игроков на поле. Из каких тренеров, как я? Да.